Я хочу сказать, что тот факт, что мы пытаемся политически перетягнуть канаты в одну другую сторону, доводить, что президент, депутаты, громадские сделали больше для ее извольнения, это оценка, власне, украинским элитам и украинскому политику. А вы как оцениваете? Кто сделал больше? Запад, Украина? Я считаю, что это общая победа, которая основана перед всем на ее воле и ее должности. Не факт, я хочу сказать, закинчить, не факт, чтобы на ее месте была другая женщина или другая человек, который бы занимал не такую резонансную, не такую уникальную, не такую волевую и жесткую позицию, как занимала она. Не факт, что это привело к такой резонансу, который мы получили в результате на международном уровне. И на этом фоне, на этой основе уже замесилися усилия и президента, который сделал невероятную работу на международной арене. Народу Украины, который мобилизировался вокруг необходимости и работы по ее извольнению. Популяризация идеи, отстоять свою гражданку, которая находится в тюрьме у Путина. И третье, конечно, это так же достижение народных депутатов. И я бы хотел, чтобы мы не забывали, что надея действительно была включена в список партии «Батьковщина». И я считаю, что это сыграло тоже большую роль в том, чтобы поднять вагу этой борьбы, резонанс этой борьбы и открыть возможности для диалога с Европой. Поэтому это наш спильный заседание. Это ваше, доброе, ваше спильное достижение. Скажите, пожалуйста, что очень непростого нужно взять на вооружение сейчас, чтобы я возвращаюсь к главному вопросу. Как можно скорее освободить десятки других украинцев? Я знаю, как это сделать. Всех тех, кого мы знаем и кто сегодня за руководством, после призначения, призначили негайно перевыборы Верховной Ради и разделить их в проходные частини списка всех тех партий, которые могут пройти и начать эту борьбу.